На четыре счета делаем. Раз, два, три, четыре. Как будто обычная зарядка, но перед участниками не учитель физкультуры, а начальник Барнаульского пожарного караула. Этой весной спасатели расширяют спортивные горизонты любителей здорового образа жизни. Желающих испытать нагрузку на себе ждали на территории пожарно-спасательной части. В этом году решено было провести мероприятие для людей, которые не сталкивались раньше с подобного рода соревнованиями, занятиями, пожарным кроссфитом, так скажем. Почему? Ну, потому что это интересно, можно будет попробовать свои силы, кто на что будет способен себя проверить в первую очередь. Проверка не из простых. Полоса препятствий и пять испытаний на время. Ударить по покрышке, перенести 10-килограммовые гантели, поднять штангу, скантовать колесо и даже вытянуть внедорожник. Испытать такое решились немногие. И похвально, что среди них были девушки. Кроссфит для взрослых. Ну, сдвинуть, но когда она начнет катиться, катиться. Кстати, идея с автомобилем не единственное отличие от простого кроссфита. Пожарные тренируются в боевках, огнеупорной спецодежде. Средний вес такого снаряжения 30 килограммов. Но участники могли выбрать вариант полегче, без баллонов. В таком костюме попробовали пробежать и мы. Прогулочка фермера с гирями. Идеально по утру. Вы сможете. У меня, как неподготовленного человека, получилось не все. Другое дело профессиональные спортсмены. Я протренировал по новой, все с новой группой мышц. Было, конечно, обидно в конце не дотянуть до конца машину одному. Но потом, когда мы ее загнали, я ее дотянул один. О днем ранее пожарные ждали желающих на тренировки по поднятию гири и рукопашному бою. Обе акции прошли неплохо. Поэтому теперь спортивные встречи станут традицией. Следующее мероприятие «Алтайские спасатели» планируют приурочить ко дню защиты детей. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.